«Алька, слышишь? Просыпайся». Бабка умерла. Кирилл потрепал сестру по плечу. Девушка подскочила на кровати, как ужаленная, и начала тереть с просонья глаза. «Как умерла? Ты это точно знаешь!» Переспросила она брата. Бабкина соседка только что звонила. Сердечный приступ. Скорая приехала быстро, но сделать ничего не смогли. Короче, ее уже отвезли в морг. «Господи, слава Богу!» Свершилось, как долго ждали мы этого дня. Алина сложила руки на груди и подняла глаза кверху. «Ничего святого!» Подумал брат, глядя на сестру. Хотя сам был точно такой же и с таким же нетерпением ждал смерти своей единственной бабушки Татьяны Григорьевны, той самой, которая их сестрой вырастила после того, как погибли родители. Бабку свою они откровенно не любили. Старуха все время учила их жизни и надоедала своими придирками и нравоучениями. Так, во всяком случае, думали молодые лоботрясы. Татьяна Григорьевна была еще не очень стара, ей только недавно исполнилось 73 года. До какого-то момента она считала свою жизнь счастливой, все складывалось самым лучшим образом. У нее была семья, замечательный сын, хорошая невестка, внуки-двойняшки Кирюша и Алина, любимая работа, которая в какой-то момент стала ее бизнесом и приносила очень хороший доход. В общем, женщина она была обеспеченная. Собственная квартира в центре города, добротный коттедж в одной очень живописной деревушке на берегу реки, дорогой автомобиль и коллекция старинных икон. Но после трагичного события с сыном и невесткой, она осталась одна с внуками и сама в одиночку поднимала их на ноги. Других родственников у женщины не было, детей она забрала жить к себе. Квартиру их родителей оформила на внуков как наследство и стала сдавать ее в наем. У Татьяны Григорьевны с сыном был свой ресторанный бизнес. Когда Виталия не стало, управление всем женщина взяла на себя. И не только ничего не потеряла, но и приумножила. И это при том, что на ее руках остались два малолетних ребенка. Но время шло, внуки выросли и переехали от бабушки в родительскую квартиру. Бабушка же решила остаток жизни провести в деревне. Но даже оттуда она крепко держала свой бизнес. Женщина она была железобетонная, характер такой, что можно фронтом командовать. Хотя здоровье иногда начинала давать с бой. Она все надеялась, что внуки вот-вот придут ей на смену. Но в последнее время внуки сильно огорчали бабушку. Они совершенно отбились от рук, когда повзрослели. Начали постоянно пропадать на каких-то тусовках в ночных клубах и частных квартирах. В общем, жили одними развлечениями. А бабушку уже не ставили ни во что. За много лет она смогла добиться неплохих результатов. Но, к сожалению, теперь нужно было передавать все внукам. А они, честно говоря, не внушали Татьяне Григорьевне никакой уверенности в будущем. Это были откровенные прожигатели жизни, мажоры и потребители. Она понимала, что дети не готовы пока взять на себя управление рестораны. К бабушке внуки не наведывались уже почти год, а звонили только тогда, когда на их счетах заканчивались деньги, и им нужно было пополнить карты. Ей было очень тяжело это осознавать. Она чувствовала себя чужой и никому не нужной. Татьяна Григорьевна часто волновалась, что непутевые внуки быстро растратят все ее сбережения и угробят весь бизнес. Как и протекли остатки лету пожилой женщины. В грусти, в мыслях волнения, а ведь она отдала им все, всю свою любовь и ласку, заботу и внимание. А что получила в ответ? Давай, вставай быстро и собирайся. Чего разлеглась? Брат поторапливал Алину. Надо похороны организовать, ну а самое главное, ты знаешь, надо найти бабки на завещание. Поминки внуки решили не устраивать, потому что это лишние расходы. Только прощание в морге и погребение на деревенском кладбище. На погребение пришли лишь несколько человек, одна соседка с подругой, несколько бабушкиных коллег по работе и какой-то бездомный все околачивался вокруг. Видимо, хотел поживиться угощениями на поминках, которых не будет. Внуки шли за процессией, изображая на лицах притворную скорбь. По окончании траурной церемонии погребения, когда на холме к бабушкиной могилке уже водрузили крест, Кирилл заторопился скорее в дом бабки, чтобы найти завещание, которое обычно лежало у нее в комоде. Алина натерла ногу и шла по дороге, как хромая утка, постоянно останавливаясь и капризничая. «Ну что ты застыла? Или тебе наследство не нужно? Так я могу себе все забрать!» Злобно кричал брат на сестру, толкая ее в плечо. Кое-как им все-таки удалось добраться до бабкиного коттеджа. Во дворе была припаркована ее дорогущая машина. Дверь в дом странным образом была не заперта. «Да, странно. Соседка хоть бы захлопнула входную дверь, когда уходила. Но что за люди эти деревенские? Никак не удивлюсь, если уже пол дома обнесли. А ведь там деньги, ценности, редкая коллекция возмущалась Алина. И все это теперь наша Алька. Не ворчи!» Потирая руки, радовался Кирилл. Они молча вошли в большой просторный холл бабушкиного дома. Но тут дорогу им преградил огромный зверь, очень похожий на волка. Волк вздыбил шерсть на загривке и показал мажорам огромные клыки. Стойка зверя была угрожающая. «Фу! Корк! Пропусти!» Но что, пожаловали в родной дом родственнички. За столом сидел тот самый бездомный, которого они видели на кладбище. Мужчина мельком взглянул на вошедших и продолжил читать книгу. Перед ним на столе стояла рюмка водки и закуска на тарелке. «Вот, поминаю вашу бабушку, царство небесное Татьяне Григорьевне. Большой души была женщина. Я таких никогда не встречал. Вы кто и по какому праву здесь хозяйничаете? Что происходит?» Попытался возмутиться Кирилл, но волк снова продемонстрировал ему свою пасть. «Я хозяин этого дома, Евгений. А вот кто вы такие?» Большой вопрос. «Внуки. Таких внуков и врагу не пожелаешь. Присаживайтесь, господа. Скоро придет нотариус. А сейчас вкратце могу объяснить, что же все-таки здесь происходит. Ответьте мне на простой вопрос. Вы когда свою бабушку последний раз живой видели?» Спросил мужчина. Внуки замялись. Сейчас им было стыдно перед совершенно чужим человеком, что у своего единственного родного человека, к тому же пожилой женщины, они не были уже больше года. А если бы вы навещали свою бабушку чаще, то знали бы, что год назад с ней случилось страшное несчастье. Как-то в один теплый осенний день она пошла в лес за грибами. Да, иногда ваша бабушка любила побродить по лесу с корзинкой. В какой-то момент она оступилась, зацепившись за торчащие из земли корни и упала в очень глубокий овраг. При падении она сломала ногу, причем это был открытый перелом, еще плюс перелом шейки бедра. В таком возрасте это почти что смертный приговор. И если бы не корг, который нашел ее там, то лежать бы вашей бабушке на дне оврага навеки вечны. Он ее вытащил оттуда, а потом привел меня к ней. И да, вы не ошиблись, я действительно бездомный, жил уже несколько лет в заброшенной избушке в лесу. И при том, что жестокие люди сотворили со мной такое, я не превратился в подонка. Корга я нашел в лесу еще волчонком, выходил и вырастил, с тех пор он мой друг. Бабушку вашу, истекающую кровью, я на руках принес в этот дом. Ухаживал за ней после операции, навещал в больнице, кормил из ложечки. Когда ее выписали домой, мы наняли ей сиделку, и я занялся всеми вопросами относительно вашего бизнеса. Конечно же, под ее чутким руководством. А вы знали, что последний год жизни ваша бабушка провела в инвалидном кресле? Нет. Хорошие же вы внуки. Вскоре пришел нотариус и огласил завещание Татьяны Григорьевны. Своим внукам она оставила только квартиру в Москве. Все остальное движимое и недвижимое имущество, свой бизнес, все ценности и коллекцию старинных икон Татьяны Григорьевна завещала своему спасителю и помощнику Евгению и его волку по имени Корг. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго! Продолжение следует...